МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И двух лет я думала о том, чтобы вернуться сюда, но уже в роли инструктора. Когда-то думала о работе кинолога, но на службу в органах ее бы не взяли по состоянию здоровья. Выбрала другое направление, но тоже связанное с собаками. Прошла обучение, сдала экзамены, и вот детская мечта исполнилась. Сейчас приходит на работу не одна, а в компании верного помощника. Пес по кличке Берн провожает и забирает хозяйку с нее. С сентября этого года выпустил уже двух собак. Найти общий язык с хозяевами для инструктора не проблема. Со всеми поддерживает связь. Мы до сих пор общаемся. Девочка палевая, зовут Ивета, поехала работать в Санкт-Петербург к молодой девушке, к студентке. Сейчас они вместе покоряют столицу, вторую нашей родины. Карьера будущего проводника начинается с 45 дней. Щенков тестируют. Каждый проходит серьезный отбор. Из 10 собак, как правило, отберут только трех. Тестирование начинается с 45-дневного возраста. То есть это уже смотрится, как щеночек реагирует на какие-то манипуляции, на громкие звуки, чтобы не был развит охотничий инстинкт. До 10 месяцев щенки проходят социализацию, привыкают к окружающему миру, учатся не реагировать на внешние раздражители и других животных. После попадают к инструктору-методисту. Он к каждой собаке подходит индивидуально. После окончания дрессировки инструктор собак-проводником сдает экзамен. В экзамен входит общий курс дрессировки, сдача городка. То есть это имитация маршрута, на котором расставлены препятствия, которые могут встретиться инвалиды в жизни. То есть это могут быть и мостики, и ямы, и обводные препятствия, и верхние препятствия. Сдал экзамен городской среды? Молодец! Дальше будущего проводника ждет еще одно испытание. Провести инструктора в полностью темных очках до станции. Только после этого собака допускается до передачи инвалиду. Весь процесс обучения занимает в среднем полтора года. По окончании двухнедельных занятий инвалид собаки сдает экзамен. И только после этого уже, если они все хорошо сдали, контакт у них хороший, то после этого они получают документы и уже уезжают к себе домой. Эта школа подготовки собак-проводников единственная в России. Лабрадоры, ретриверы, овчарки на территории проживают около 150-170 животных. Ежегодно 60 из них передают инвалидам по зрению. Обеспечением инвалидов по зрению собаками и проводниками занимается в нашей стране социальный фонд России, бывший фонд социального страхования. Инвалид по зрению, у которого в индивидуальной программе реабилитации вписано собаку-проводник в качестве технического средства реабилитации, обращается в социальный фонд России по месту жительства с заявлением на обеспечение собакой проводником. Чтобы получить такого помощника, нужно пройти медико-социальную экспертизу. Как только все документы поступают в школу, начинается процесс подготовки. В среднем ожидание в очереди занимает два года. После за собакой приезжают в школу. Две недели живут и обучаются на ее территории. На следующей неделе сюда приедут пять будущих обладателей собак. К нам приедут из Новосибирской области, из Иркутска, из европейской части России. К нам приезжают со всей страны. Последний раз из самых далеких был в конце прошлого года из Магадана. Как признается генеральный директор школы, в планах увеличить количество собак, выдаваемых на руки с 60 до 100. Работа по подготовке ведется планомерно и должна закончиться к 30-му году. Карина Яряшева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.